Знатоки народных ремесел и любители фольклора, поклонники современного искусства и живописи, национальных песен и музыки сегодня собрались у здания Русского театра. Там прошел фестиваль Цамаури. В республике его проводят с 2013 года. В этом году Цамаури впервые прошел в Махачкале в рамках 160-летия со дня основания нашей столицы. Ума Еврагимова расскажет, как проходил фестиваль. Горянки исполняют национальный танец. Жигиты поют песню «Дагестан» авторства главы республики Рамазана Дулатипова. Именно с нее начался праздничный концерт. На площадке Русского театра проходит Цамаури, международный фестиваль «Традиционная культура Дагестана». Помимо танцевальных и вокальных номеров, на проспекте Мирослогом Затова выступили канатоходцы, а внутри шатров представители разных национальностей показали свои народные промыслы. Расскажите, как называется эта работа и почему вы работаете вилкой? Я делаю безводцевый ковет, мастер-класс. Меня тоже научили его делать вилкой. Меня тоже научили вилкой его делать, поэтому я тоже так делаю. А как это называется работа? Работа этот, ну, домик котов называется. Зарема – представительница аварской народности. Шить и вязать, признается девушка. Ее учили с детства. Обычай такой. Практически за месяц Зарема или ее коллеги могут связать вот такой чехол для подушки. Он необычен тем, что у него особенный орнамент. У каждой национальности и народности своя расцветка. А вот представители кумыкской национальности привезли на фестиваль совсем другое шитье. А в этом штате представители Буйнакского района представили зрителям кумыкские платки. Жаминат, расскажите, в чем особенность? Национальный платок. В чем их особенность? Ручная работа. Традиционный наш кумыкский родной платок. Родной. Сами даже во время войны они плетали, одевали этот платок. Смотрите, какая она красивая, какая нежная. Сами посмотрите. На голове есть или нет, даже не заметно. На голове прекрасно держится платок. Жамина Шугаибова из села Нижнее Казанище обучает молодых девушек мастерству староплетения. Особенно интересно рассказывает о том, как делают нити для кумыкских платков. Это гренаж, начало гусеницы. Вот из Шуга прятан начало. Из этого гренажа получается гусеница, потом кокон, потом бабушка отсюда выходит. Вот бабушка оставляет гренаж. Бабушка умирает. Опять вот это гренаж, опять бабушка, опять кокон. Из этого делают вот такие нитки. Это во время Великие Отечественные войны, которые делали парашюты, тогда держали у нас в селении. До этого тоже делали платки. У нас сейчас тоже продолжается. И теперь мы вот этими нитками делаем платки. На фестиваль пришли не только местные жители, но и гости из соседних республик и областей. Я приехала сюда отдыхать. Мне очень нравится вся обстановка. Это что-то невероятное. Я просто в восторге. Мне очень нравится вообще наблюдать за всем происходящим. Действительно, вот народ собрался на всеобщий праздник. Видно, что люди поддерживают этот праздник. Расскажи, вот что тебе здесь понравилось? Мне понравились шайки, флажки. Мне понравилось. Транцы нравятся тебе? Да. Очень хорошие. Все, что они показывают, нам нравится. Спасибо нашему главу республики, Рамазану Гаджумурову, чтобы вот такой праздник организовала. Никогда не видел таких праздников. Даже мы не знали, где наш день в Бахачкале. Очень красиво смотрится. Очень красиво смотрится. Вот картины от Самаури, концерт там тоже очень. В общем, все очень эффектно и красиво. Спасибо. А теперь давайте с места, где расположен народный промысл, переместимся на концертную площадку. Шестой раз фестиваль Самаури собирает на дагестанской земле подвижников народной культуры. Первый фестиваль проходил в 2013 году в Тляратинском районе. Ума Ибрагимова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.